Как говорится, бежите, бежите оттуда, до Казахстана. Бежим, бежим, бежим. Невозможно там жить, невозможно. Национализм начинается. Он уже давно начал. Скорее всего, все русские поедут оттуда. Ну, раскрыть. Уже немцев там нету, евреев там нету вообще. Русских, ну, русские есть, а... Ну, а что там происходит сейчас, на данный момент? Национализм. Ну, можно сказать, война, да? Да. Такая же война, как и на Украине? Почти, ну, не такая. Не такая, но... Не такая, но все равно неприятно, конечно. Стреляют там, да? Стреляли. Было такое. Порезали много там. Страшно стало там жить, да? Страшно жить-то. Ладно, хорошо, там эта война, там это уже более-менее там прекратилась. А вот этот национализм не хочу. Решили обратно вернуться в Россию? Я вообще-то казахстанка. Я родилась в Казахстане. Я родилась в городе Талдыкурган. Уехали в какое-то время. Уехали мы в Тверскую область. Там прожили 9 лет. И вернулись обратно. Которые вот сейчас приехали со всех районов вот этих вот, как их? Ауловские. Ауловские. Вот ходят, костюм этот за тысячу тенге возьмет. Их, хватит, как будто он... А этот кепочку купил за 500 тенге. Костюмчик и кроссовки дешевые самые. Ну, с Ауловича он может купить. И идет, как будто он 100 лет живет в Алмата. И я казахстанец. Какой ты казахстанец? Иди вон в Барлакосе. Дальше в город. Даже не хочу там. Очень тяжело. Даже вот на улице подходишь на остановке к девушке. И она вот смотрит на тебя, как будто она на русском не понимает. Она всю жизнь в Алмата прожила. Вот смотрит на тебя. Ну, магазины этот... Есть такие магазины, что действительно эти продавцы только на казахском. Вот заходишь и они смотрят на тебя. Вот говорили на казахском. Заставляют. Заставляют. А наши, конечно, где мы жили, там нормально заходишь, нормальные люди, продавцы, все. Я же рассказывала, говорю, такое вот на работе стоишь, они на своем и на своем. Вот только одно-два слова поймешь, уже чувствуют, что про тебя говорят. Оскорбляют и всякое ключи. Оскорбляют. А ты как дурак сидишь, смотришь. И улыбаешься. Улыбаешься. А одни приехали как-то. Колпаки. А о тебе вообще не разговаривают? Ну, они вообще разговаривают. И эта одна говорит, а тетя Таня хорошо, на работу же накрасишься, все. Тетя Таня говорит, хорошо выглядит для своих лет. Я говорю, что она сказала? Ты очень старо выглядишь. Перевела. Перевела. Там национализм начался, капитальный. Вот подходишь, вот даже на работе, вот я одна русская работала, на работе. Их три казаха стоят. А они га-га-га-га-га-га-га-га-га-га. Все. Я говорю, хоть слово скажите на русском. А что ты не понимаешь? Сто лет живешь в Казахстане, что ты не понимаешь? Все. Были они, как их называют там, юрту вот так поставят и за юрта ходят. До сих пор так. До сих пор так. Они уже привыкли так у юрта ходить до села. Есть такой анекдот, да? Да. Этот, получил казах в Москве вот эту квартиру? Да, квартиру, да. Здесь баранов держу, здесь это держу. А куда ты готовил ход? А за юрту? Вот то же самое. До сих пор там такое. Ну, есть, конечно, казахи, которые вообще обрусившие вот такие. Интеллигенты, они красивые такие вот. Они белолицые, вот тут красивые казаки. И разговаривают. И многие не понимают даже на казахском языке. Но большинство вот такие. Ужас, ужас, ужас. Да, тяжело жить, когда не свои астронавты. Не свои. Нет, она моя, я там родилась. Почему бы тяжело жить так? Я там родилась, понимаешь? Это мои деды там, прадеды. Кому не нужна там прабабушка у меня?